Бесплатные капучино и сувениры. Сегодня в Челябинском аэропорту в честь Дня гражданской авиации для пассажиров подготовили сюрпризы. Воздушный флот в нашей стране был создан 9 февраля 1923 года. Как сегодня сотрудники аэропорта будут отмечать праздник, Ульяна Зайкова с подробностями. Зал аэропорта превратился во взлетную полосу. Правда, на старте не Боинг и не аэробус. Над пассажирами кружит беспилотник. Тем, кто сможет посадить его в нужном месте, дарят призы. Ручки, календари, стакан кофе и право посидеть в бизнес-зале. Одна из первых победительниц Анастасия. Девушка с минуты на минуту улетает в Москву. Признается, этот полет станет для нее, пожалуй, самым романтичным в жизни. Я лечу в Москву. Я познакомилась с парнем. И мы встречаемся сегодня. Это первый раз. Он живет в Лас-Вегас. Я живу в Челябинске. И мы решили встретиться в Москве. Сегодня в России отмечают День гражданской авиации. В Челябинском аэропорту устроили розыгрыш призов для пассажиров. Вот еще один победитель. Он дал правильный ответ на вопрос викторины. Вспомнил, что в фильме «Невероятные приключения итальянцев России» иностранцы прилетели именно на Ту-134. А пока в зале идет праздник, в зоне досмотра не до развлечений. Это святая святых любого аэропорта. От работы операторов зависит безопасность полетов. Например, взрывное устройство можно спрятать в обычном телефоне, ноутбуке или музыкальном инструменте. Как понять, что в сумке взрывчатка, конечно, здесь не рассказывают. Профессиональная тайна. Но о курьезных случаях вспоминать любят. Бывает, вот на багаже находили пистолеты. В итоге потом просим пассажира открыть свой багаж. А бывает, это игрушечный пистолет. Сейчас же подделывают даже под настоящее. Сейчас специалисты начинают проектировать новый аэропорт. В 2020 году в Челябинске может пройти саммит ШОС. К этому событию общая площадь аэровокзала удвоится. Но будет это новое здание или реконструированные старые, пока неизвестно. Проектировать его начнет та же компания, что аэропорт Толмачева в Новосибирске. Вот так он выглядит сейчас. Сегодня Толмачева один из крупнейших аэровокзалов в стране. Здесь совершает 40 взлетов и посадок в час. А грузовые самолеты здесь делают остановку, когда летят из Европы в Азию и обратно. Предполагается, что таким же станет и Челябинский аэропорт. Его реконструкция начнется через несколько лет. Мы хотим поднять уровень обслуживания пассажиров на новый уровень. С чем это будет связано? Это будет связано, во-первых, с телетрапами. Мы слышим наших пассажиров, которые говорят о том, что это очень удобно, хочется это видеть и у нас в Челябинске. Какой тост будет звучать в день гражданской авиации, в аэропорту знает каждый, хоть праздновать здесь пока и не начали. От винта, от винта, поехали. Про традицию аплодировать в момент посадки самолета сегодня тоже вспоминают. Оказывается, пилоты не слышат пассажиров. Но стюардессы им звонят и рассказывают, насколько бурной овацией сорвал экипаж. И каждый раз летчики радуются такой реакции пассажиров. Ульяна Зайкова, Евгений Чекалов, ОТВ.